Святая земля для мусульман, а израильтяне роют туннели под храмовой горой. Теперь я хочу, чтобы вы посмотрели следующее видео. Смотрите внимательно, видео будет со звуком, потому что я хочу, чтобы вы увидели, что там происходит в действительности. Обратите внимание на окружающую обстановку. Они по-прежнему находятся под землей, только переходят в другой отсек. Но этот конкретный открытый отсек находится прямо под куполом скалы, мечети Амара. Что представляет из себя это вырытое помещение? Это помещение представляет собой на самом деле синагогу, вырытую под землей. Синагогу, вырытую прямо под мечетью Амара? Совершенно верно, под храмовой горой. То есть мусульмане там наверху в курсе, что под землей находится еврейская синагога, прямо под мечетью Амара. Давайте посмотрим это видео. Госсекретарь Помпео и премьер-министр Нитан Яхо в подземной синагоге под храмовой горой. Ну хорошо, теперь когда вы посмотрели это видео, может быть вы, Эдвард, заметили нечто необычное, странное там. Там находится огромный позолоченный глобус с надписями на нем на иврите, а также сверху с него сходит огонь. Что такое мы с вами увидели на самом деле? Огромный глобус – это планета Земля, с исходящим с нее огнем. На этом позолоченном глобусе начертаны слова молитвы. У меня нет ее в наличии в напечатанном виде, но она, по всей видимости, очень необычная. Посмотрите, опять мы видим эту символику глобуса, о чем мы ранее упоминали, когда говорили о логотипе компании «Энергия Джина», а также когда мы видели тот же глобус в Саудовской Аравии. То есть эта символика появляется вновь и вновь. Многие христиане даже не подозревают о существовании этой синагоги, но увидев ее и увидев этот глобус, что можно сказать на этот счет, Рик? Я думаю, что у них есть твердое намерение восстановления Третьего Храма. Антихрист будет коронован в нем. Это станет центром власти системы зверя. Иерусалим будет управлять миром. Вот что мы хотим показать вам. Израиль пытается стать ведущим центром по развитию искусственного интеллекта. Впервые за 20 лет моих исследований я изучал темы нового мирового порядка, глобализации, масонства, Ватикан, нацизм. Я пытался все это понять во всей глубине. И в конечном итоге все это привело меня к пониманию глобального захвата власти сатанизмом, к храму сатаны, к их стремлению захватить власть во всем мире и сделать Иерусалим столицей мира. Я бы хотел добавить в связи с этим, что когда вся эта делегация...